Творческие занятия, мастер-классы и экскурсии. В детской школе искусств номер 3 стартовала программа «Киноискусство сквозь призму музыки». Напомню, на ее реализацию в этом году образовательное учреждение получило грантовую поддержку от президентского фонда культурных инициатив. На что пошли деньги и что нового ждет учеников, расскажем в следующем сюжете. Вместо звонка – музыка. Под волшебную мелодию скрипки в детской школе искусств номер 3 началось занятие для юных ангарчан. Это первый урок, который дал старт в реализации проекта «Киноискусство сквозь призму музыки». Этот проект – часть образовательной программы «Синтеза искусств», которую уже второй год успешно мы реализуем для учащихся среднеобразовательной школы номер 5 начальных классов. Благодаря ему мы сможем привлечь большее количество ребят и познакомить их с киноискусством. По словам педагогов, именно кинематограф вбирает в себя все виды искусств. Поэтому знакомство детей с историей кино поможет юным мальчишкам и девчонкам узнать о многообразии творческих профессий, которые могут стать в будущем любимым делом их жизни. Программа занятий рассчитана на 4 месяца. В нее также входят выезды в музеи и экскурсии. Ребята с удовольствием ходят, им нравится познавать что-то новое, и они сами демонстрируют свои таланты. Если говорим о художественном творчестве, ребята представляют свои стихотворения, какие-то рассказывают произведения. Если говорим о музыке, то ребята пробуют играть на музыкальных инструментах, предоставляют школу искусств. Проект киноискусства сквозь призму музыки в этом году стал одним из победителей грантового конкурса и получил денежную поддержку от президентского фонда культурных инициатив. На полученные средства детская школа искусств номер 3 приобрела интерактивную сенсорную доску и проектор. Это поможет ребятам не только на слух, но и зрительно воспринимать весь необходимый материал. Наталья Хмелева, Дмитрий Новопашин. Местное время.